Дронрейсинг Мы выбрали первый набор непосредственно оборудования, которое позволяет проводить соревнования первого уровня. И мы составили календарь событий. Оснащение пока ограничено анимометром и линией засечки. Уже в октябре ульяновский дронодром претендует провести один из этапов чемпионата России по дронрейсингу. С 15 июня по 20 июля в онлайн режиме 7 ульяновских тренеров прошли обучающие курсы для профессионалов беспилотной авиации. Поэтому к тренировкам готовы приступить хоть завтра. Инструкторы и техническая база подготовлены. Осталось набрать команду. Первый этап это сентябрь. Мы формируем сборную, проводим учебные тренировочные занятия нашими инструкторами. Второй этап это проведение этапа Кубка России уже здесь. И третий этап нам обязательно нужно получить сертификацию для наших тренеров, чтобы они имели право судейства. Дронрейсинг признали официальным видом спорта три года назад. Он занял нишу в авиамодельных состязаниях. Сейчас в это движение вовлечено порядка 20 ульяновских ребят. Все они любители. Стать профессионалом мешало отсутствие соответствующей инфраструктуры. Раньше тренировались, мы просто выходили подальше от города, уезжали в открытое поле, около дерева, полетали, крутились. У нас идет изображение, соответственно, с курсовой камеры квадрокоптера. Передается на очки. Ну и с помощью аппаратуры мы управляем поведением квадрокоптера именно в воздухе. В основном соревнования по дронрейсингу проводятся на 5-дюймовых самодельных летательных аппаратах. Такие дроны-самосборы развивают большую скорость и не имеют режима стабилизации. Поэтому обуздать беспилотник, созданный своими руками, не так-то просто. Изучить поведение дрона помогает специальный симулятор. 30-40 часов на тренажере и можно выходить на профессиональную трассу. С тонкостями работы беспилотников ознакомился Сергей Морозов. Губернатору показали новый дронодром и погрузили в полет. Так, полетели. Что видите, Сергей Иванович? Да супер вообще, смотри. Я реально лечу. Ничего себе. Глава региона настолько проникся атмосферой полета, что дал поручение прививать любовь к дронам у всех школьников. До конца этого, допустим, учебного года, к весне, чтобы они уже и сами собирали, и начали сами летать, и соревноваться. Давайте здесь приобретемся, что там нам надо приобрести для школьников. А потом, вот здесь, я не знаю, какие-то турниры будем устраивать. Дронодром – детище сразу трех сторон регионального правительства, вуза и агентства технического развития Ульяновской области. Новый объект предназначен не только для спортивных состязаний. Это поле для научных экспериментов, исследований и испытаний беспилотных летательных аппаратов. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ.